Это роль для молодого чернокожего мужчины, сделки с боли. Это моя роль. Я так удачно подошел для этой роли, как и в прошлом году в роли Бишопа. Они обе идеально мне подходят. Чего мы не часто видим в фильмах, так это чернокожего мужчину и чернокожую женщину вместе. Ты знаешь, и это со счастливым концом. Так вот, что я думаю, что это будет. Новый, освежающий, обнадеживающий в этом фильме. Почему это? Ты не очень-то это видишь. Я думаю, потому что такого фильма у меня еще не было. Ты не видел, как взрывается много машин, ты не видел много голов, ты знаешь, это сумасшедшие сцены. Так что, когда ты просто видишь отношения, некоторым людям это кажется скучным. И поскольку мы этого не видели, этот фильм будет таким же захватывающим и колоритным, как приключенческий боевик. Потому что в нем будет просто история любви. А мы этого вообще не видели. Есть парень, который пытается нарушить статус-кво. Я думаю, он будет справедливо сказать. Ты сильно отождествлял себя с этим? О, определенно. Это мой девиз. Вот почему работа моей жизни – это освободиться от статус-кво. Я думаю, повезло. Его в основном двигали амбиции. Я был для него главным. Поэтому, будучи амбициозным, он хотел быть еще и хорошим отцом. Он из небылкополучной семьи. Он хотел иметь полноценный дом для своей дочери. Так вот, что заставило его искать справедливость. Ты работал с парой потрясающих молодых режиссеров. Это Эрнст Диккерсон. И, определенно, Джон Синглтон. Я имею в виду, Диккерсон явно связан со Спайком Ли. Тебя вдохновляет сотрудничество с афроамериканскими пинематографистами в наши дни? Ну, это определенный прогресс афроамериканских фильмов. Я взволнован. Я в восторге. Я рад быть частью этого. Я чувствую себя счастливым, работая с такими великими режиссерами, как Эрнст и Джон. Но я с нетерпением жду возможности поработать со Спайком и остальными, что будет скоро вероятнее всего. Я играл в театре «Аполлон» для Джесси Джексон, когда он баллотировался в президенты. Он был за свою компанию. Это просто всегда немного амбициозно. У тебя есть шоу-бизнес? Я имею в виду, я поймал это тогда, но в то время мне казалось, это просто забавное занятие. Поскольку мне было еще 13 лет, я думаю, допустил ошибку, когда вышел на сцену, и все эти люди хлопали. Я это понял. Но на самом деле мне просто нравится самовыражаться. В любое время, когда я могу выразить себя, я могу позволить части боли перейти от ребенка к себе. Так вот, почему тебе нравится играть. Твоя мать была в «Черных пантерах». Она пару раз сидела в тюрьме. Она была в тюрьме, когда была беременна мной. Да значит, ты был в самом эпицентре шторма? Я все еще в шторме. Я все еще в шторме. На самом деле, моя мама писала, что это было в книге. Это всего лишь книга. Моя мама звонила мне, ищи меня по всему миру. И мне нравится думать, что это мой девиз. Ищи меня по всему миру. И даже сейчас, это все, что мир сделал для меня. Вся эта реклама и внимание к фильму. Да, мне нравится думать, что я бунтарь. Я революционер. Мне нравится думать, что мне нравится приносить перемены. В одной из биографий, которые я прочитал, есть фраза, в которой ты говорил о паре близких тебе людей, как о политических заключенных. Почему ты называешь их политическими заключенными? Да потому что Матулу Шакур и Джейн Рейнни Мо Прайд сидели в тюрьме за политические дела. Тебе нечего делать. Почему человек и сажают в тюрьму? Они оба невиновны и до конца своих дней проведут за решеткой, за преступления, которых не совершают. Сейчас Матулу Шакур в одиночном заключении. Ты понимаешь, о чем я говорю? Просто потому, что организовал других заключенных внутри тюрьмы. Так что это, если не политика? То, что я имею в виду, когда меня отправляют одного в эту дыру, потому что ты организуешь чернохожих заключенных, чтобы они объединились, а не были калеками в крови, просто чтобы быть объединенными. Зачем им тебя сажать в одиночную камеру? И поэтому я хотел бы думать, что моя работа здесь состоит в том, чтобы пролить некоторым свет на это. Ты очень успешен в музыке. Ты не находишь, что эти двое помогают друг другу в исполнении, а музыка спасает? О, определенно. Когда я исполняю свои рифмы, я могу выразить себя все глубже и глубже проникнуть в то, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что я директор, и я звезда, я редактор и помощник по производству, так что это как будто действует в меньшем масштабе. Скажи мне, что означает твое имя, тупак? Это термин для преодоления моих препятствий. Сияющий змей. Спасибо, я ценю это.